С детства мама и я были близки. Я единственная дочь, родила она меня еще девчонкой, в 19 лет, можно сказать, росли вместе. Папа у меня военный, постоянно поездки, командировки, дети военных в курсе, каково это, постоянно менять место жительства, детские сады, школы, короче говоря, из подруг у меня была одна мама. Нет, это было неплохое детство, я не жалуюсь. Но с друзьями вот не сложилось. Когда я уехала учиться в училище, я стала видеть ее реже. Ну и как-то я заметила, что она что-то скрывает. Спрашивала, но она отнекивалась, мол, устала, а витаминоз? Я приехала на летние каникулы домой, и как-то мы с ней приготовили стол, налили вина, выпили. С разговора о мальчиках все началось. Я стала рассказывать о парне, с которым встречаюсь, и тут мама расплакалась и вывалила на меня. Оказывается, у нее роман с врачом нашего гарнизона. И такая любовь, что она думает о разводе с отцом, а врач думает о разводе с женой, с которой уже долго не живут вместе. Мама стала мне рассказывать, какой ее любимый хороший, как он ее любит, как они встречаются где-то там в медчасти, короче, я не помню всего. Я сидела, как пришибленная, и только думала об отце и о том, как я теперь буду смотреть ему в глаза и знать все это. Мама в тот день крепко напилась. На утро ничего не помнила, как она сказала. А я едва дождалась конца лета, чтобы уехать. Приехала зимой, на Новый год. Сидели за столом, как водится. Мама вдруг начала плакать и ушла в комнату со словами «не трогай меня». Папа был расстроен не то слово. Она не хотела с ним говорить, кричала, что будет говорить только со мной. Новый год был испорчен. Мама курила на кухне, держала меня за руку и говорила, что хочет что-то с собой сделать. И еще говорила «ну ты же все знаешь, дочь, все знаешь». «Только ты меня понимаешь, ты одна, мой отец вовсе не козел». И никакой романтики я не заметила в том, что моя мать спит с другим мужиком и рассказывает мне, 17-летней на тот момент девчонке, как ей трудно терпеть прикосновения папы. На что она надеялась? Что я расскажу отцу, или что я поддержу ее и начну вместе с ней презирать отца? Может мне надо было рассказать отцу, но я не смогла до сих пор, хотя прошло уже 10 лет. Мама, конечно, поняла ошибку, но сказанного уже не вернуть. У меня с ней с тех пор очень натянутые отношения. И я так и не могу смотреть папе в глаза. Субтитры сделал DimaTorzok